Когда слышишь словосочетание «вислоухие коты», сразу приходит на ум скотчишфолд или шотландский вислоухий. Становится интересно, чем примечательны коты такой породы. Легко узнать котов указанной породы по ушкам. Они опущены вперед и слегка вниз. Из-за этой визитки ушек мордочка кота очень симпатична и привлекательна. А еще легко узнаваема. Получились такие ушки благодаря генетическому мутированию естественного результата. Речь о них зашла в XIX веке в Китае, но там не нашлись заинтересованные в породе заводчики. Прародительницей породы стала кошка по имени Сьюси из Шотландии. Вислоухий котенок совершенно случайно попал к заводчику, сразу определившему, что спрос на породу будет. Затем, получив первое потомство, было решено сделать вязку с короткошерстным британцем. В 1966 году был зарегистрирован новый вид – Скоттиш фолд. Порода подразделяется на длинношерстных, их называют хайленфолд и короткошерстных. А еще уши могут быть прямыми и загнутыми. Наибольшую ценность представляют котята, чьи уши загнуты троекратно. Кстати, все котята рождаются с прямыми ушами, но к возрасту трех-четырех месяцев кончики загибаются. Правда, не у всех котят. И чем это связано, наука не объясняет. Поговорим непосредственно о короткошерстных – любимцах домохозяек. Их шерсть гладкая, смотрится набитой, с возрастом, к сожалению, становится похожей на вату. Стрижка шотландского веслоухого кота не производится, а вот купаться такой питомец любит. Но часто лучше этого не делать. Запаситесь массажной расческой. Ушки могут быть и стоячие, порода будет именоваться скотиш-страйт и со складкой у основания. Владельцы должны регулярно очистить ушки. Котам это и приятно, и необходимо. Как же ухаживать за таким питомцем? Нужно протирать регулярно ватным тампоном глазки, чтобы они не слезились. Подрезать когти. Вот какие процедуры проводят с питомцем. На этом уход можно закончить и рассказать о питании. Оно не доставит проблем. Веслоухие шотландские коты крайне неприхотливы. Подбирать надо или сбалансированный корм, рекомендованный ветеринаром или заводчиком. Из человеческой пищи кот предпочитает отварного морского окуня или вареные говядину, курятину. Пользу приносят крупы, пшено или овсяные хлопья. Сырое мясо или жирные продукты веслоухим котам запрещены. Для поддержания кота в физической форме в магазине для животных надо приобрести простейшие приспособления типа турника. Можно сделать самим простейшую конструкцию из коробок и других подручных средств, проявив смекалку. Окрас веслоухого кота отличается полученной наследство от британского родича разнообразнейшей палитрой. Он может быть и традиционно серым, очень редко встречающимся рыжим, эффектным шоколадным, черным до угольного. Если кот родился рыжим или в окрасе ред, да еще и с полосками, можно говорить о его уникальности. Очень распространен и популярен среди шотландцев табби, характеризующийся расположение любого рисунка, например, буквы М в определенной части тела. Лучшие фотографии часто получаются с котами, чей окрас шиншилла, либо голубая, золотистая, либо серебристая, либо золотая. Есть и экзотический окрас, например, лиловый или кофе с молоком. Привлекательный, выглядит веслоухий, блю. Эффект окрас кремового оттенка, отличающийся элегантностью. Колоропоинт, доставшийся в наследство от британского кота, характером, стилем окраски, как представители сиамской породы, является крайне уникальным. Веслоухий кот, из-за того, что его оба родители относились к данной породе, может иметь проблемы со здоровьем. В частности, развитием скелета, глухотой. Пока ученые не придумали, как разрешить это. Приобретая котенка, обратите внимание на лапки и хвостик. Скованная или заторможенная их реакция говорит о наличии неизлечимого генного заболевания. Шотландский веслоухий кот идеален для домашнего содержания. Он не обладает небольшими размерами, некрупной массой, вырастая в среднем до 4-5 кг, максимум до 10 кг. Лапы короткие, тело с развитой мускулатурой, хвост не отличается длиной, у основания толстый, заострен к концу. Шея короткая, голова прямая и широкая, с приплюснутым носиком. Особенно это выдается у самцов. Ушки, конечно, придают шарм коту любого возраста. Живет веслоухий кот около 15 лет. Поставив спальное место кота в укромный уголок, можно наблюдать, как котейка спит кверху пузиком. Веслоухий кот, в отличие от своего родственника-британца, не будет шкодить понапрасну, мяукать и доставлять неудобств, проводя большую часть времени за сном или покоем. Неравнодушен кот такой породы к блестящим катающимся предметам, которые тащит в зубах в укромное местечко. За отдыхом он может понаблюдать за тем, как человек держит игрушку. Множество фото в сети говорят о том, что скоттиш-фолт любит постоять на задних лапах, как суслик, или вообще принимать позы, не свойственные кошачьи. Завести такого веслоухого кота с нешумным и не суетливым нравом могут и семейные пары с детьми, и пожилые, и ведущие спокойный образ жизни люди. Главное полюбить его, и он всем сердцем и существом потянется к вам. Завести такого веслоухого кота с нешумным и не суетливым нравом могут и семейные пары с детьми, и пожилые, и ведущие спокойный образ жизни люди. Главное полюбить его, и он всем сердцем и существом потянется к вам. иедми, иди著 отбит высоких с самих и леса и Kub' лунии гладь mant